Вор в законе Гоготь Белийский Георгий Бзикадзе был одним из самых молодых воров в законе, коронованных в самом начале лихих девяностых. Ни разу не отсидев в тюрьме, а побывав только в СИЗА. Он не имел какого-либо влияния на тюремный мир, зато в криминальной среде его знали и даже уважали, несмотря на молодость. Но Бзикадзе было суждено умереть в 19 лет, так и не достигнув каких-либо достижений в воровском мире, оставив о себе только память беспредельщика, сын авторитета. Георгий Бзикадзе родился 27 марта 1975 года в Тбилиси. Его отец Зура был влиятельным криминальным авторитетом. Он не стремился получить воровской титул, предпочитая иметь и без того крепкую власть, не обремененную воровскими законами. Зато его друзья считались авторитетными законными ворами. Поэтому сын Зура и Георгий рос среди уголовных авторитетов, наставляющих его на преступный путь. Слева криминальные авторитеты – Зура Бзикадзе и Томас Сенсадзе. Еще в подростковом возрасте Георгий считал, что необходимо иметь авторитет, как и люди, постоянно окружающие его. Он видел, как перед отцом и его друзьями открываются все двери. Зуру его окружение уважали, поэтому зачастую маленький Георгий мог наблюдать дома картину, как пришедшие незнакомые люди просили его отца помочь в их беде. И он, пользуясь своим нехилым положением в криминальном мире, разбирался в проблемах людей. На каком-то этапе Георгий Бзикадзе очень сильно стал интересоваться теневой деятельностью отца, и незаметно сам стал участником воровского движения. Он жил по воровским понятиям, несмотря на то, что еще не достиг порога совершеннолетия. Занимаясь кражами и грабежами, Георгий приносил часть добычи ворам, знакомым отца. Поговаривают, что Зура сперва не очень одобрял стремление сына к воровской жизни. Но время внесло коррективы, и к 90-м годам, те, кто руководил преступными бригадами, были в почете и богатстве. Поэтому Зура позволил сыну остаться в мире криминала. В возрасте 16 лет у Георгия Бзикадзе произошел конфликт с вором в законе Георгием Виблиане, после которого у последнего появилось прозвище Гига Одноглазый. Вор в законе и молодой авторитет находились в одной компании, когда Виблиане обронил что-то оскорбительное в адрес малолетки. Бзикадзе, все детство проведший в окружении коронованных особ, не смог промолчать на обиду, и выхватил пистолет, который всегда носил с собой. Виблиане не увидел для себя опасности, и обматерил Бзикадзе. Уже во всеуслышание. Тогда тот выстрелил в ногу законнику. Тот опешил от этих действий и стал в пары риболи оскорблять Бзикадзе. Тогда тот произвел выстрел уже в голову Виблиане, пытаясь навсегда заставить его замолчать. Однако пуля не повредила мозг, пройдя через глазное отверстие. С тех пор Виблиане является инвалидом по зрению, из-за чего и получил свое прозвище Гига Одноглазый. Гогот Белиский. Георгий Бзикадзе был коронован не без участия отца в апреле 1993 года, когда ему только исполнилось 18 лет. Он получил, как того и требовали традиции, воровское имя, Гогот Белиский, в честь родного города. Но случилось так, что получив воровскую корону, Гогот Белиский начал совершать тяжкие преступления. Он занялся, помимо вымогательства, еще и грабежами с похищениями людей, за которых требовали выкуп. В итоге такая деятельность была оценена влиятельными законниками, так как Георгий Бзикадзе стал приносить в общак большие деньги. Он был приглашен самим Робинзоном Арабули, который короновал парня, в Москву, чтобы тот взял шефство над одной из его бригад. Боевики Арабули как раз занимались совершением тяжких преступлений. Помимо Гогот Белиского в руководство этой бригадой вошел и его сверстник, также имевший воровской титул, Тенгис Первели, Тенгат Белиский. Молодые мафиази Ирияну бросились выполнять поручения своего старшего товарища. От их действий страдали коммерсанты, с которых жестко вымогали деньги. Тех, кто отказывался платить, избивали, порой вывозя жертву в лес, и заставляя копать себе могилу. Членов богатых московских семей похищали, и требовали за освобождение выкуп с родственников. Смертельный конфликт. К 1994 году у вора Георгия Саквари Лидзе назрел серьезный конфликт с Резыган Сэм Лидзе, Гидемос Бичи. Последний на протяжении всей своей жизни то лишался воровского имени, то вновь признавался вором в законе. Очередная попытка лишить его имени произошла 15 октября 1994 года. Именно Саквари Лидзе в тот день подверг сомнению воровской титул Гидемоса Бичи. По некоторым данным, поводом послужил большой проигрыш Резы в казино. И Саквари Лидзе аргументировал, что вор потратил в пустую общаковские деньги, за что должен быть лишен воровского звания. Гидемос Бичи возражал претензиям, а в концовке вообще схватил нож и кинулся на неприятеля. Тот не растерялся, как будто ожидал подобного, и расстрелял Резыган Сэм Лидзе. Вместе с Саквари Лидзе на той встрече присутствовал и Гоготь Белиский, который также принял участие в этом вероятно испланированном заранее убийстве. Такое событие не могло пройти мимо генералов преступного мира. Гидемос Бичи поддерживали многие влиятельные законники. В то же время и в недоброжелателях у него имелись именитые персоны. На состоявшейся по поводу похорон-сходке, друзья Резыган Сэм Лидзе решили поквитаться с убийцами. В итоге судьба оказалась благосклонной к Саквари Лидзе, который через месяц попал в заключение за это убийство, и был просто раскоронован, проведя пять лет в колонии, после чего уехал на ПМЖ в Болгарию. А Гоготь Белиский был похищен союзниками Гидемоса Бичи в том же 1994 году и убит. Тело его так и не нашли. По некоторым данным, убийца Георгия Бзекадзе стал вор в законе Амиран Ламашвили, уже не единожды выполнявший деликатные поручения воровских сходок.